Всем привет, друзья! Я рада, что вы заглянули к нам на канал. У нас сегодня такая сказочная обстановка. Я не знаю, что раньше выйдет. Наверное, это видео выйдет раньше, чем декор с нашей спальней, как мы украшали. Но я хочу с вами поделиться. У меня накопилось много одежды, с которой, с Валбереса, удачной покупки. Плюс еще я приобрела платьишко, которое будет в новогоднюю ночь на мне. Поэтому обязательно хочу с вами поделиться. Но перед этим я делала заказ в Казань Экспресс, тоже новогоднее. Я сейчас покажу вот так вот далеко, потому что я далеко от вас сижу. А в конце видео я покажу прям вблизи все. Так будет интереснее и такой немного формата другой будет. Я заказала новогодние открытки. Они стоили около 100 рублей. Они здесь абсолютно разные, с разными надписями. На обратной стороне можно что-то подписать. А вот здесь, с этой стороны, здесь вот, например, смотри на мир счастливыми глазами. Но я вам ближе тоже все покажу в конце видео. Их здесь. Раз, два, одну я убрала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Очень интересные картинки. Здесь и Москва украшенная, есть и все. Вот такое вот новогоднее. Ссылочки все будут в инфобоксе под видео. Пролистываете видео, нажимаете там такая как галочка вниз и открываются все ссылки. И вот такие вот открыточки. Упала у меня одна. Я вам их потом покажу поближе. Можно будет подписать. Я взяла их на подарки и для фотографий. Допустим, возьму утром одну открыточку. Вот так вот около елки сфотографирую. И потом уже ее выложу в фотографию с этой открыточкой. Допустим, как отсчитываем дни до Нового года 2023. Следующая у нас тоже Казань. Вот такие вот коробочки, которые я хочу вместе с вами собрать, они мне нужны для боксов с косметикой. Я буду еще делать видео, например, новогодних подарков. Так, первая такая вот красненькая. Цены не помню, поэтому здесь я цены говорить не буду. Но потом посмотрите, сами зайдете. Собираются они вроде легко. Сейчас быстренько соберу. Первая коробка готова. Увидела единственный минус на этой коробочке. То, что когда вы открываете, смотрите, здесь ничего не придумано, как бы, никаких держателей. И все может выпасть. То есть нужно сюда какой-то наполнитель или как-то самой немножко склеить. Ну, в общем, это они не продумали. И это и минус. Потому что когда ее откроешь, там все может развалиться. Ну, зато очень-очень красивая. Это у нас первая коробочка. И вторая такая вот белая. Вау, она спереди белая. А с другой стороны она вот такая вот зеленоватая. Какая красота. Пишите в комментариях, если у вас новогоднее настроение. У меня прям. Ну, уже давно новогоднее настроение. Собираем в быстром темпе коробочку тоже. Такая же точность по сборке. Тут все очень легко. Здесь я сначала отгибаю вверх. И собираю вот эту часть нижнюю. Что будет собирать, и вдруг у вас не получится. Я продаю боксы с косметикой. И мне не хватило коробочек. Да и вообще можно какие-нибудь же подарочки туда положить. Правильно? И пока все есть. Но рассчитывайте на то, что на последней неделе декабря эти коробочки и вообще все-все-все. Даже на Казанье Экспресс комиссия не берется. Как у Валбереса. Но все равно цены у поставщиков прям очень-очень дорогие. Собрала и то же самое. Счастливого Нового Года. Знаете, даже вот если вот эту коробочку я положу под елку, которая у нас в белом стиле, а вот эту у нас здесь елочка вот вам виднеется в красном стиле. Мне кажется, даже может, если боксы не буду с ними собирать, я их оставлю. Если что, я их оставлю и положу под елочки. Потому что коробки очень красивые. Вот это мне тоже понравилось. И с обратной стороны так интересно тоже. Поближе покажу. Но когда открываешь, конечно, косяк. Ну и ладно, зато они стоят недорого. И очень даже ничего. Все равно эти коробочки редко кто оставляет. Многие выкидывают. Но я обычно, если такие прям вот новогодние, я в них складываю. Складываю там какие-то мелкие вещи или что-то еще. Или игрушки можно туда складывать стеклянные. И сохранять до следующего Нового Года. Я обычно такие коробочки не выкидываю. Пишите в комментариях, выкидываете ли вы, если вам что-то дарят в красивую упаковку. Так. А, давайте еще последнее сказание распакуем. Вот такое вот наказание намного дешевле, чем везде. Ну, не намного, конечно. Но красивее и дешевле вот эта вот упаковка. Я всегда на все праздники там заказываю. Единственный минус. Вот так вот она приходит. Она бывает приходит мятая. Иногда приходила, помню, летом я когда заказывала, она прям приходила вся настолько мятая, что когда я ее открыла, я не смогла ее использовать. Она была испорченная там. Рисунок был испорченный. Ну, заматывают они их вот так вот. Тоже вот представляю каждую замотать, сколько они их продают. Так, сейчас быстренько откроем. Открываем. И смотрим рисунок. Я не вверх ногами показываю. Я еще в том году смотрела на эту упаковочку. Очень красивая, да? Нежная такая. Я хочу упаковать в нее пустую коробочку фальш-подарок. У меня есть ленточка беленькая и серенькая. И свалперс и серенькая еще придет. Наверное, в следующей упаковке будет. И вот я хочу фальш-подарок сделать, потому что очень красивая. Красивая упаковочка и стоила недорого. И еще далее будет одежда. Вот такие вот. Это Балбрис. Так. Крафт-пакеты однослойные. Скажу сразу. Если вы хотите сэкономить, заказывайте на Симолэнде. В Симолэнде такая упаковка здесь. 20 штук, по-моему. Так. Посмотрим. 25 штук. Все то же самое. Мне кажется, закупаются на Симолэнде и перепродают на Балбрисе. Так и есть, наверное. Потому что там же можно оптам. И на Симолэнде намного больше выбора. Доставка почты у нас в неделю идет. В общем-то, я купила за 300 рублей. Упаковку 25 штук. Для подарков девочкам. Я наращу ресницы. И всегда каждой девочке дарю подарок. В декабре. Весь декабрь. Вот так вот выглядит. Он вполне вместительный. Туда можно много что убрать. Единственное, здесь не прилагаются, как хотя было нарисовано, что здесь должны быть крепления. Но нет. Крепления не положили. Обманули. Здесь должно было быть крепление. Вот так вот закрываешь. И там такая пластмассочка. И закрепляешь. И все. Он никуда не денется. Но нет, обманули. Но пакетики довольно себе хорошие. Поэтому я даже один как фальш-подарок поставлю, чтобы тоже было по-новогоднему. Так. Я тут уже загромоздила. Сейчас уберем. Ну а теперь мы с вами перейдем к одежде. Сейчас я уберу подальше. Одежда вся, которую я ношу уже давно. И некоторые товары я вам показывала. На этом в разных видео было. Некоторые товары я вам одежду не показывала. Поэтому я хочу с вами поделиться все, что у меня есть с Valbris. И все, что я в этом покупала пока что, на данный момент, я забирала. Давайте начнем с шапки. Я вам ее уже показывала. Это вот такая вот шапка из Ангора. Она натуральная. Уже я ее поносила. И хочу рассказать о плюсах и минусах. Плюс то, что она очень теплая. Она не давит уши. Но единственный у нее минус то, что она, когда снег, он набирается настолько, что он не слетает. Вот это вот все то, что здесь натуральная такая шерсть, можно сказать. И она как мех даже, можно сказать. И она вот... Варежки было бы идеально. Но вот шапка, она лезет в глаза как бы и линяет. Очень сильно выпадает вот этот пушок. Даже сейчас от рога выпадает этот пушок. И он везде просто. Ни до кого нельзя дотронуться. Поэтому это минусы. Но она очень теплая. Я ее очень люблю. Шапку люблю. Уже ношу месяц. Хотя у нас минус 10 самое большое было. Ну и снег. Но я вам как-нибудь во блоге покажу на себе. А может в конце видео одену. Я просто прическу делала. И мне не хочется ее портить. Если я ее сейчас одену, все. Я потом обратно... Мой начес уйдет. Мне еще в магазин ехать. Так. Далее кофта, про которую меня уже спрашивали. У меня есть такая кофта. Кто смотрит все мои видео, может обращали внимание. Белая кофта. Покупала я ее в магазине Олсом. Мне нравится магазин Олсом. Цены приемлемые. Качество. Как бы это все садоводом везут из Москвы. Но мне нравится. И увидела я такой же магазин. Ой, чистенькая пахнет порошком. Увидела я такой же магазин на Валбрисе. Но не Олсо, а похожая одежда там. И вот такая вот кофточка оранжевая. Заказывала я ее на осень, чтобы осень ходить в оранжевом. Здесь вот такие вот рукава фонарики очень интересные. По которым идет длинный рукав. То есть в ней тепло. Закрытое горло. И там 5 разных видов ее. Я еще хочу себе голубую купить. И розовую хочу такую купить. Она теплая. После стирки никаких особо шварушек нет. Ну то есть вот я белую ношу уже год. Но единственное, она растягивается. Да, эти кофты со временем, после года носки, они растягиваются. Ну и стоит она около 1000-1500. Там по скидкам можно ее посмотреть, добавить в корзину и ждать, когда скидки. В конце видео показываю уже все на себе. Сейчас пока делаю обзор и рассказываю уже свои впечатления об этой одежде. Потому что я уже поносила все это и знаю. Далее лосины. Долго сначала искала лосины в магазинах наших. Не нашла я. И заказала. Сказала я сначала 42 размер, так как у меня размер 42. И они были настолько маленькие, что вот эта вот резинка, она не растягивалась. Они даже на ногу, мне кажется, одну я их не смогла бы одеть. И заказала я 44. Они маломерят на два размера. Если честно, я, мне кажется, даже уже 46 закажу. Потому что вот эта резинка, она такая плотная. Мне тут свечка, я боюсь, что я ее задену. И немножко давит. То есть если у вас немножко хотя бы есть пузико, то будет давить. А вот когда я была беременна, то мне давило. И я в них почти не ходила. Потому что посадка у них не особо высокая. Начинала давить некомфортно. Но они утепленные. То есть сейчас я спокойно в них хожу. И если я одену теплые колготки, я спрею. Если буду ездить в машине. Если я пойду на улицу, там маршрутки недолго побыть. Но именно на улице, то хорошо. Единственное, это такой материал, при котором нельзя долго ходить. Вот эта эко-кожа. Особенно вот в этих утепленных. Потому что если долго ходить, я тогда ходила-ходила. И домой приходила и не переодевалась. У меня на ногах были такие красные точечки аллергенные. Я ходила потом к врачу. И мне сказали, что вот такие вот лосины носить нельзя. Потому что они перегревают нашу кожу. Но кожанок не любит этого. И поэтому я вот ношу только на холоде. Ну да, они, кстати говоря, хоть эко-кожа, но они не замерзают. Ну то есть не охлаждаются, не охлаждают ноги на улице. У них не холодно за счет того, что они утеплены. Ну я люблю такие лосины, очень люблю. Поэтому они ко всему подходят. Ну шататься по магазинам, ходить по магазинам, гулять вот только в них. Ходить по магазинам, в них жарко будет. По качеству вот бывает, что вот здесь вот самая проблема всех эко-кожа лоси. У них вот здесь вот протирается. Вот именно где ширинка. Нет, ничего здесь не протерлось. Как бы я хожу уже в них два месяца. Я осенью заказывала на зиму. Сейчас уже у нас декабрь, весь ноябрь, октябрь я проходила. В октябре их заказывала. Вот сейчас уже декабрь. Октябрь, ноябрь, декабрь. И все попоршиво, все хорошо. Наставать они как бы стоят по закупке 350 рублей, 300 рублей. Продают их не берите, если вы увидите цену 800-900. Я не знаю, сколько сейчас у этого продавца стоит. Но более чем 900 не берите, потому что по закупке по оптовой цене вы можете купить трое таких. Но у некоторых поставщиков они маломерят, а у некоторых нет. И давайте цвет оранжевый продолжим с вами. Вот такие оранжевые яркие лосины. Я в них как-то убиралась, мне даже кто-то писал, что они какие яркие лосины. Они действительно очень-очень яркие. Прямо обалдеть, какие яркие. Но я почему-то, вот у меня было такое настроение, когда я была беременна, и мне захотелось яркого. Ну да, у них такой пошир, конечно, тоже, что они жмут. Но они идут размер в размер, 42 на 42, они же должны обтягивать. В спортивный зал они не подойдут, в них очень жарко. У них такую погоду, знаете, гулять прохладно на даче, прогуляться по улице, по городу. Цвета у них тоже разные, не знаю, есть наличие или нет. Цвета абсолютно разные, ткань очень хорошая, но тоже теплая. И, кстати, здесь у меня размер М пишется. То, что здесь М. И на лосиных М, то есть, значит, они все-таки тоже маломерят. Но мне понравились они то, что яркие. И я люблю лосины дома одевать, когда прохладно. И нет еще отопления, это же холодно как бы дома. И работала я в них, и услышала много комплиментов из-за того, что они такие яркие. Далее у нас идет предпоследняя вещь, это костюм. Костюм я вам забыла показать, я в нем уже давно хожу. Но это как бы костюм, но покупать его нужно отдельно. Вот такая вот кофточка. Давайте снимем. Цвет один там, по-моему. Может, по-моему, еще синий есть. Вот такая вот кофточка. Она вот так вот где-то примерно. Очень прикольная кофта. С капюшоном, теплая и велюровая. Все, пошив офигенный. Стоит около 1000 рублей. Нигде ничего не порвано. Вообще супер. Все, размер в размер. 42 на 42 идет с длинным рукавом. Но штаны я перезаказывала. Я заказала 42. И у них вот эта резинка. Вот такой вот пояс. К зеркалу подойду, покажу вам поближе. Вот такой вот ремешок я из-за этого и заказала. Отдельно заказываем верх, отдельно низ. И здесь такая вот как дырочка. И вот идет. Вот эта резинка, она очень тугая. Я 44 опять же заказала. Так, дальше у нас идет сама штанина. И вот на резиночке низ идет. Прикольная. Мне очень этот костюм нравится. Он и на фотографиях круто смотрится. И я буду весной в нем гулять. Прям необычно. Немножко загар. И прям конфетка получится. Так. Но перезаказывала. То есть штаны берите. Кофту размер в размер. А штаны, если захотите такие же спортивные, то берите на размер больше. И что еще хотела сказать. Наверное, стирать лучше влажную. Потому что вот это покрытие может быстро слезть, облезть. Потому что это обычная какая-то пластмасса. Мне кажется, она очень легкая. Ну и что. И самое мое любимое. Я думаю, что оно всем понравится. Это платье на Новый год. 2023. Новогоднюю ночь. Я буду в нем. Сережа скинула выбор. Говорю, выбери, пожалуйста, что больше нравится. Вот это белое платье. Или хотела тоже такую вот, как у меня, типа кофту. Вот такую вот. С такими же точностью рукавами. А как платье это только кофту. Черную и красный низ брюки. Но я закажу на какой-нибудь другой праздник. Эту композицию с брюками и черной кофтой. Очень тоже красиво смотрится. И хотела сделать такую прическу. Но Сережа мне говорит, давай лучше платье. Вот такое вот платье. Размер 42. Размер в размер идет. Пришло, конечно, в ужасном пакете. Просто ужасно. У него вот такой вот рукав красивый. Как фонарик немножко. Кстати, и для свадьбы оно подойдет. Я вам сейчас лучше покажу это все на себе. Потому что так непонятно. Но оно обалденно красивое. Размер в размер. Но, видимо, кто-то его мерил. Порвал пакет. Сорвал вот эту вот бирку. Бирка была, но отдельно в пакете. И пакет был очень грязный. Но платье идеально чистое. И там очень-очень много отзывов у этого платья. Давайте с вами перейдем к зеркалу. Я вам покажу все эти платья на себе. Это просто... Ну, все это одежда на себе. Это просто бомба. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот так вот выглядят лосины. Я их ношу дома. С футболкой. Высокая посадка у них. И я их стирала уже много раз. Ничего с ними не случилось. Единственное колечко зацепило. Немножко там зацепило. Но так, в принципе, вообще. Мне очень нравится. Можно какую-нибудь заправить футболочку в них. И вообще прям супер. Прям я довольна. И цвет очень красивый. Только сейчас они там, по-моему, подорожали. А так, я люблю носить с мятной футболочкой. Там, в этом же магазине, можно и мятную футболку купить. Удобные мои любимые домашние шортики такие. Мое платье любимое теперь для новогодней ночи. Вот такое. Вот единственное, что оно прозрачное. Я сейчас, когда поднимусь, вам покажу. Вот так вот я буду выглядеть. Туфельки. Единственное, я еще сделаю в новогоднюю ночь перед загар моментальный. Купила, заказала лосьон на Валберсе. Мы с вами в отдельном видео будем делать. Лифчик одела. Только потом одену еще прозрачные бретельки. Потому что вот эта вот часть, она вот так вот гуляет. Можно еще вот так вот сделать. И тогда платье будет вот так вот держаться. И никуда не выпадет. И бретельки будут закрыты. Вот так. И сюда нужны какие-то тоненькие трусики. Потому что прозрачное оно. И все видно белье. И смотрите, оно в обтяжку. У меня немножко пузико. Поэтому оно немножко выпирает у меня. Вот. То есть, когда в новогоднюю ночь наешься, нужно рассчитывать на то, что в этом платье, ой, точно все будет видно. Но мне нравится больше вот так вот рукав. Когда он вот такой вот красивый. И сейчас я вам покажу вблизи его. Оно прям очень красивое это платье. Недорогое. И там были разные оттенки. Я сначала выбирала, хотела черное. Я думаю, черное не будет такое прозрачное. Но для новогодней ночи, мне кажется, подойдет. С такой забранной прической. Здесь у меня еще ободок будет. Серьги такие длинненькие будут. Поэтому, может, сама серьги еще сделаю. Поэтому прям красота. Но украшения сюда добавлять не буду. Потому что у меня будет серьги, ободок. Если сюда еще украшения, то уже будет перебор. Так что присмотритесь, пока они есть. Только смотрите, если белое будете заказывать. Смотрите, чтобы оно не было грязным в тональнике. Потому что некоторые тональные средства не отстирываются. А мы переходим с вами дальше. Не могу налюбоваться. Но еще в новогоднюю ночь в нем буду фотографироваться. У этой же елочки. Приходим с вами к кофточке и лосинам. Рукава мне такие, вы заметили. Наверное, очень нравятся. Здесь вот такое плечико немножко как бы вверх. На пуговках горло закрыто. Очень-очень такая плотная кофта. У меня белая она и вот такая вот оранжевая. Лосины. Лосины вот такие вот обычные. Я сейчас стою, мне очень тепло. Посадка, видите, она не очень такая прям высокая. То есть сюда нужно прям... Если короткую кофту оденешь, то все задует зимой. Сюда нужно прям кофточку, которая вот так вот закрывает. Лосины мне очень нравятся. И качество отличное. И кофта тоже. Я ее уже стирала. Рукава перекручиваются. Но тоже очень красивая. За счет этих рукавов она как бы и строгая. Если брать на работу, можно и белую такую. Вот у меня такая белая. Прям очень нравится. Присмотрите к этим кофточкам. Я решила показать с этой кофтой. Потому что, чтобы мне не переодеваться. Они очень яркие. Очень сочетаются с этой кофточкой. Вообще, думаю, я буду наращивать дома. И будет холодно. И я думала, я вот так как раз дома и буду ходить. Но эта кофта очень жаркая. В ней, в помещении очень жарко. Где тепло. В ней надо, где холодно. Она такая прям плотная. Лосина. Высокая посадка. У меня они такие яркие. Прям, да. Вот так вот выглядят. Сзади. Сейчас я попробую вам показать. Все в обтяжку. В общем, супер выглядит. И есть нежно-голубой оттенок. Там розовый. Не помню, какой еще. Белый, не белый. И ткань поближе. Сейчас покажу ткань поближе. Вот так в обтяжку. Они тоже теплые достаточно. И вот так выглядит сама ткань у этих лосин. Я их стирала уже много раз. Ни шварушек, ничего у них нет. То есть они прям надолго. Именно эти лосины, они прослужат вам долго. А стоят вообще дешево. Я брала по скидке. Не помню, брала давно. Но, мне кажется, они не особо подорожали. Теперь по поводу костюма. С капюшоном. Мягкий, теплый. По ткани. Вот так вот она выглядит. Велюр мягкий-мягкий. Как будто игрушку трогаешь. Вот пока что после стирки, по-моему, даже в машинке стирала, вот эта цепочка золотая не стерлась. Сейчас попробую вам показать на мне. Вот она. Видите? Ну, немножко. Она не давит. Сама резинка, в принципе, чуть-чуть так плотновато сидит. С высокой прям посадкой они штаны. Но вот без этого пояса такого не было. Я бы купила обычные, но не было. Поэтому вот как-то так. Можно отдельно комбинировать, собрать образ. Поэтому это один из моих любимых костюмов. Потому что он яркий, необычный, мягкий. Не портится после стирки ткань. И вообще все супер у него. Так что пять из пяти. Все вещи, которые мы сегодня с вами посмотрели, я вам показала. Судя моё платье на Новый год. Я теперь жду Нового года. Завтра ещё поедем с Серёжей. Тоже пойдём, точнее. Ему тоже заказали на Валберсе первый раз. И два размера. То есть рубашку два размера и брюки два размера. И вот все вещи мне понравились. И надеюсь, у Серёжи тоже нам понравится. Выберем. Не знаю, надеюсь, не сильно маломерят. Очень уж мне понравилось, как выглядела эта одежда на картинке. Но пока я вот, видите, купала и не ошиблась. А я буду с вами прощаться. Скоро с вами увидимся в новом видео. И хорошего всем предпраздничного настроения. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok